ох блять привет это дал и мне тут пицца от компании чебака с кучей новиночек давайте смотреть вау видел все-то упало но ничего страшного поднимем вот это все ты можешь выиграть где у меня на телеграм-канале мвч есть много здесь все новинки чебака которые недавно выходили в том числе три гастрономических вкуса и это может стать все твоим поэтому ныряй в описании выполняю условия на телеграм-канале и там уже поговорим скажу так компания чебака молодцы тем что они дропают новинки а потом все это присылают сразу комплектом и соответственно это легче прокурить это легче узнать и соответственно легче рассказать вам перед тем как вы это будете покупать вообще мое отношение компании чебака довольно таки хорошие ребятки просто отцы и матери основателей чайной так сказать культуры в россии это отрицать нельзя просто вспомните первых у как лап шоу когда чебако с логотипом чайничка первый раз выставились на фестивале прошло уже такая куча времени и всего-всего и чебаком хорошо как бы себя ведет правда есть непонятные продукты которые они выпустили и как бы даже немного за это было стыдно то что стыдно за сам продукт а за то что они как-то сделали это очень неграмотно это коллаборация чебака и к слава к мтм даже мне кажется славик не хочет принимать эту коллаборацию потому что она была крайне провальной давайте начнем с гастрономии у нас чебака дропнула гастролинеечку это лимитированные вот такие баночки и у нас есть сырные палочки шоколадный стаут и конечно же чесночные греночки со всем этим мы косвенно уже были знакомы в других продуктах да соответственно чеснок вроде был у star star табака или три девятки сырные палочки это сыр втошные кракеновский да и так далее и шоколадный стаут соответственно у многих было пиво подобие пиво пиво подобие стаута и прочее прочее ничем это не удивлялась и в принципе в гастро линейки чебака это тоже не сильно прям так удивляет потому что мы уже избалованы гастрономии уже просто до ужаса нас уже ничем не удивишь нас наверное можно удивить только одним вкусом вкусом вагины ждем когда кто-то из женских производителей это сделает и мы с удовольствием покурим женскую вагину и сравним со своими вагинами которые нам готовят хавку погнали что касается чесночных гренок вкус я до конца не распробовал но довольно таки интересно чесночок отдает греночки тоже но этот вкус был больше похож на квас в прямом смысле прям квасовый вкус я прокуривал это с друзьями и друзья сказали что блять охуенно бля охуенно я грану блять не супер охуенно но типа норм для гастро линейки в принципе нормально но в итоге мы не сошлись ни в каком мнении и вкус остался просто подвешенный нейтрально второй вкус сырной палочки здесь у меня уже получилось намного интереснее я не послал этот вкус на хуй а я его хорошенечко прокурил прокурил во второй раз и понял что вроде на банке написано сырные палочки а на картиночке нарисован томат то это скорее всего томатовые палочки либо томатовый сыр потому что палочками здесь нихуя вообще не пахнет и и как бы не слышится ты просто куришь сырную нотку с хорошим ярким томатом вообще а я думаю компания чебака должна была это продумать том что томат сам по себе нереально мощный аромат и его чем-то перебить ну крайне сложно и запуливать сырные палочки и зачем-то нахуй туда добавлять томат мне крайне логическая цепочка непонятно а еще мне непонятно почему они не написали что это томатно-сырные палочки на упаковку потому что я смотря либо вы смотря на эту красную бордовую такую упаковочку вряд ли можете рассмотреть красный томат то есть он очень сильно замыливается и ты больше обращаешь внимание на конечно же на контрастные цвета а это желтый сыр и желтые читас и не тем не тем как бы и сильно не дает а вот томат получился довольно таки хороший и последний вкус из гастролинейки это шоколадный стаут хуй пойми вообще нахуя чебака сделал этот вкус лично по моему мнению это полнейший провал именно гастрономической линейки я его покурил и не туда и не сюда вообще то есть даже если ты супер изощренный любитель чего-то особенного то тебе понравится либо пихать либо чтоб в тебя пихали то есть все равно что-то понравится с шоколадным стаутом мне не понравилось ничего отсюда и вывод том что это очень мимо по вкусам вообще хоть куда думаю с гастрономией мы разобрались давайте поговорим о вкусе винтер это у нас классическая елка мандарин либо фир танжерин и он был и в медиум линеечки и конечно же в стронге а там и там в принципе продукт курица одинаково за исключением что на стронге но тебя относительно чуть-чуть накуривает нежели чем в медиуме вкус лимитированный баночки лимитированный дизайн лимитированный но вкус почему-то оказался довольно таки банальным для чего это было сделано непонятно елки мандарин ведь новый год не только связан с елками и мандарином можно было хорошенечко и постараться и получилось бы очень интересно получилось что мы просто курим елки мандарин и ведемся на то что чабака винтер это лимитка это дизайнерская упаковочка и это немного не то что обычно лежит на полках но в целом вкус получился довольно таки интересно его можно курить елочка хорошая мандарин тоже очень хорошо отыгрывает если сравнивать его с другими мандаринами на рынке то он по приятности курения стоит где-то рядом хулигановским мандарином клементином и это очень хорошо курица поэтому если еще продаются а я больше чем уверен что они продаются то соответственно стоит заценить уже готовый аромат потому что так смешать немного не получится но вкус все равно банально либо участвуй и выиграй эту коробку из-под пиццы и ты все покуришь идем дальше ребяточки это все еще чабака это все еще новиночки что-то понравилось что-то нет и у нас теперь новая линейка emotion почувствуй эмоции на вкус он соответственно идет также в двух линейках это стронг и медиум чабака сделала очень качественный ход продавать тот же самый чай но только покрепче и это гениально потому что немногие воспринимают именно табачную основу и с удовольствием курят чай и давайте посмотрим что у нас есть по вкусам именно в линеечке emotion я на самом деле всю линейку не прокурил и прокурил в основном линейку стронг поэтому буду отталкиваться наверно от того что я покурил смотрите я покурил exotic fresh хороший яркий тропический вкус я брал эти пачки собственно банки да кстати банки потому что компания чабака полностью отказалась от картонной упаковки и присоединилась к анти экоактивистам и теперь вплотную ебашат пластик и загрязняют им планету конечно же мне глубоко похуй я сам вообще не к активисты не просто поебать но экоактивисты посмотрели бы новость о том что я писал на мвч что компания чабака больше не будет делать пластик больше не будет делать картонной упаковки и перейдет полностью на пластиковые банки шайбы мне кажется знатно охуели продолжаю exotic fresh довольно-таки смелый такой яркий тропический вкус и эту баночку как я и говорил я брал на работу и мне хватило ее буквально там на две чашки и две чашки эти были можно что-то тропическое и гостям вполне зашло и они в рот не ебали том что они курили не табак а чай и все очевидно следующий вкус королевский лимонад я на самом деле его не понял клубника мята лимон очень крайне несочетаемый вкус по моему личному мнению особенно в приправке с лимонадом получилось что-то очень водянисто не ярко цитрусово-ягодное в принципе очень было похоже на какой-то неудавшийся пинкман балийский десерт вот здесь уже красками заиграла все и флейворист компании чабака я готов тебе пожать руку за этот вкус это очень крутой кофейно-коричный корицный как правильно сказать вкус который просто меня восполнил некими флешбеками из капучино от альфакера и кстати а есть табак кайф у них есть вкус кофе так что если вы собираетесь как-то флешбекнуться в прошлое исполнить альфакеровская капучино то ни в коем случае не покупайте кайф вкусом кофе это дикая саднина лучше купите балийский рассвет прикольный пряный кофейный вкус кофейный напиток который на у меня очень сильно прям удивил мне очень понравилось а флейвористу за линейку эмоушен и этот вкус конечно же лайк бар хоппинг алкашечка коктейльная я вообще не люблю в баре какие-либо коктейли да и вообще в принципе не сильно я употребляю алкоголь и когда я еще беру какой-то вкус связанный типа там с какими-то алкогольными коктейлями то для меня это прям полнейший отврат разврат и лучше бы я этого не заказывал и лучше бы мне это не предлагали я его покурил и так и сяк и я подумал что нет здесь меня уже не хватает поэтому бар хоппинг идет нахуй тут конечно же минус миска риса флейвористу данного вкуса мне крайне не понравилось а что касается соответственно и со вкусом итальянского не грони тоже мне показалось что непонятно не воспроизведено как следует я бы хотел наверное чего-то более алкогольного в плане классического типа ром виски водка пиво тот же уже ядреный квас это было бы шикарно здесь же у компании чебака вот с алкашечкой немного не получилось конечно вы можете со мной быть не согласны но это мой обзор мое мнение и соответственно рассказываю я вам все относительно своих вкусов как что куда и зачем еще один вкус в коллекцию флейвористу и чебака и моушен пожалуйста возьмите вашу мисочку риса чуть попозже мы вам начислим плюс 15 социальных кредитов это бамбл кофе бамбл кофе я люблю и в жизни и не в жизни и большое спасибо собственно кофейни почему нет когда-то когда она существовала в краснодаре бамбл кофе там делали просто ебейши космические от чего я просто сался здесь же чебака и моушен смогла воспроизвести хороший бамбл кофе именно когда апельсиновый сок чувствуется не как дешевая бодяга с магазина пятерочка или дикси либо fix price да уже на то пошло а хороший фреш свежевыжатый сочных спелых апельсинов 10 все очень круто также мы можем взять просто балийский рассвет и отсюда собственно уйти в кофейную нотку и понять что флейворист чебака где-то с 4 и раздобыл охуенный ароматизатор кофе ну и на этом в принципе мы такие вот эксклюзив очки обновочки компании чебака уже закончили но есть еще парочку вкусов которые будут соответственно в этой пицце а их всего два это киви яблоко крыжовник тут ничего такого прям супер вау нет просто как бы эти вкусы меркнут просто баночки меркнут по сравнению с тем что лежит в этой коробочке здесь как бы ну вот так вот но есть один вкус который я бы также выделил здесь конечно же все виновата читерство и конечно же тот самый аромат кофе который раздобыл ароматизатор флейворист компании чебака это шоколад маршмеллоу в принципе если брать балийский рассвет то эти вкусы очень очень похожи но здесь более выражена корица специи конечно же вот это вот молочная но . лучше но если ты вдруг не найдешь чебака эмоушен то смело бери капучино маршмеллоу и добавляйте до самой любой корицы флеймса и прочее вот такая вот коробка пиццы тебя мой друг ждет я их беру и ложу туда и ты ее можешь выиграть приходи просто в описании жмякой блять кнопочку участвовать и все на этом все чебака огромный респект за ништяки я напомню что производителей я вернулся я заново хуячу обзорчики прокуриваю все это активненько поэтому чекайте мне на почту в telegram ватсап в instagram по обзорчиком по вашей продукции наверстаем нагоним это был дава дым участвуй выигрывай подписывайся обязательно на канал мвч это самый провокационный канал на кальянном telegram пространстве пока